Привет! Это практика йоги для беременных женщин. Мы мягко разомнемся, потянемся, снимем напряжение с поясницы, раскроем плечи. Пожалуйста, делай все по своим ощущениям. Если твое тело сопротивляется, не хочет или не может идти глубже, слушай его и занимайся в своем ритме. Если ты не беременна, но хочешь позаниматься по этой практике, присоединяйся к нам. Прими удобное положение, тебе должно быть комфортно. Ты можешь сесть, скрестив ноги, или уложить таз на пятки. Под ягодицы можно подложить плед или подушечку, чтобы было мягче и удобнее. Вытянись за макушкой вверх, не прогибайся сильно в пояснице, сделай круг плечами назад, лицо расслаблено. Прикрой глаза. Давай настроимся на эту практику через дыхание. Сделай глубокий, наполняющий вдох и длинный освобождающий выдох. Направь все внимание внутрь себя, в свои ощущения, в тело. Продолжай дышать с каждым выдохом, отпуская все мысли и переживания за пределами коврика. Настройся позаниматься в удовольствии, из любви к себе, к своему состоянию и той маленькой жизни, которую ты вынашиваешь у себя под сердцем. Со следующим вдохом мягко открой глаза, сделай круг плечами назад и наклони голову к правому плечу. Мягко, без лишнего давления, помоги правой рукой уйти в наклон еще ниже, а левой рукой тянись к коврику. Почувствуй, как мягко и приятно растягивается левый бок шеи. Со вдохом поменяй руки, наклон головы к левому плечу. Все движения медленные, осознанные, спокойные. Со следующим вдохом, оставаясь с ровной спиной, положи замок из кистей на затылок и наклони голову вперед. Мы не совершаем специальное давление, наклон происходит естественно по тяжести рук. Со вдохом раскрой локти в сторону, легкий прогиб в грудном отделе. Мягко покачайся из стороны в сторону в этом положении. И выдох, соедини локти. Почувствуй, как появляется пространство между твоими лопатками. Не зажимай живот, у тебя не должно быть неприятных ощущений. И еще вдох, локти в стороны. Выдох, нейтральное положение. Можешь поменять перекрест голени, если у тебя затекли ноги. Установи правую руку справа от себя. И мягко потяни слева рукой вправо. Обе твои ягодицы должны оставаться при этом на коврике. Поэтому не наклоняйся ниже, если чувствуешь, что одна ягодица отрывается от коврика. Хорошо. Возвращаемся в центр и наклон влево. Дыхание свободное, мягкое. Все внимание в ощущениях. И возвращаемся в центр. Установи ладони на коленях и медленно выполни амплитудное круговое движение туловищем в одну сторону, не пропуская ни один участок. Представь, что ты чертишь ровный круг. И в другую сторону. Дышим. Хорошо. Переходим на четвереньки. Установи колени под тазом на ширине таза. Кисти под плечами. Со вдохом направь лицо вперед и вверх, соединяя лопатки. Поясницу старайся сильно не прогибать. Почувствуй, как приятно натягивается шея. Выдох. Направь голову и копчик вниз. Округли спину. Чередуй два этих движения. Дыши в своем темпе. Если ты хочешь сделать выдох или вдох раньше, слушай свое тело. Вдох. Соединяем лопатки, лицо вперед и вверх. Выдох. Спина круглая. Появляется пространство между лопатками. И еще один раз. Хорошо. Если тебе неприятно коленям, ты можешь подвернуть коврик в несколько сложений. А мы остаемся на четвереньках. Теперь объединим два предыдущих положения. И выполним круговые движения. Со вдохом соединяя лопатки. С выдохом округляя спину. Медленное, осознанное и приятное движение. Погружайся в ощущение, как мягко разогревается твоя спина. И в другую сторону. Девышим. Оставаясь здесь, вытяни правую ногу назад и установи ее на пальцы. Потянись пяткой назад. Почувствуй, как мягко и приятно растягивается икроножная мышца. Добавим небольшой баланс. Вытяни левую руку вперед до параллели с ковриком. Не прогибайся в пояснице. Не напрягай мышцы живота. Держим еще три, два, один. И возвращаемся в исходное положение. Левая нога идет назад. Также потянись пяткой назад. И со вдохом вытяни правую руку вперед до параллели с ковриком. Держим три, два, один. И возвращаемся в исходное положение. Немного раздвинь колени в стороны и уйди в позу ребенка, установив таз на пятки. Если твой животик уже большой и не позволяет так лечь, ты можешь положить перед собой несколько подушек и также уложив таз на пятки, расслабить спину, облокотившись на них. Хорошо, поднимись снова на четвереньки. И сейчас мы покачаемся вперед-назад, накатываясь вперед с круглой спиной и возвращаясь тазом к пяткам, сводя лопатки друг к другу. Двигаемся в своем темпе. И теперь в обратном направлении подныриваем вперед, стремясь к груди к коврику и возвращаясь назад с круглой спиной. Еще три, два, один. И подвернем пальцы ног, вытолкнем себя в собаку мордой вниз. Здесь сразу согни колени, но выпрями спину. Важно не стоять на руках, а отдавать вес ногам. Ничего страшного, если пока ты не можешь поставить пятки на коврик или выпрямить колени. Расслабь голову, расслабь шею. Выталкивай ягодицы максимально вверх и чередуй стопы, сгибая и разгибая колени. Дыши свободно, можешь выдыхать громче, делая звук как бы сопящим. Старайся расслабить подколенные связки. Вдох. Выдох. Выдох. Хорошо. И со следующим вдохом поставь колени на коврик. Снова кисти под плечами. Отсюда выполним боковые повороты всем туловищем. Представь, будто ты хочешь посмотреть на свои пятки с одной стороны и с другой. Почувствуй, как мягко и приятно тянутся твои бока. Теперь, оставаясь в опоре на коленях, потянись к груди к коврику, колени четко под тазом, продвигая руки максимально вперед. Можешь лоб или подбородок положить на коврик. Если тебе требуется чуть больше места для животика, можешь поставить колени пошире. Выдыхай, расслабляйся. И со вдохом поднимись на четвереньки. А с выдохом снова вытолкни себя в собаку, мордой вниз. Чередуй стопы, выталкивай таз наверх. Голова и шея расслаблены. Хорошо, и с выдохом выйди из собаки. Сядь, согнув правую ногу в колени, а левую ногу выпрями вдоль коврика. Стопа левой ноги на себя. Если тебе уже здесь хочется сгорбить спину, подложи под таз подушечку или свернутый плед. Важно, не выполняй наклон, если ты не можешь делать его с прямой спиной. Наша задача найти предельное положение, где мы чувствуем натяжение и направить все внимание и дыхание именно туда. С каждым выдохом расслабляя этот участок тела. Уходим ниже, только если спина остается прямой и мы чувствуем, что расслабились в предыдущей точке. Хорошо, мягко поднимаемся и меняем положение ног. Сгибаем левую ногу в полу бабочки и выпрямляем правую. Стопа правой ноги на себя и также из прямой спины с максимальным вниманием и сосредоточением в теле расслабляем ту область, где тянет. И идем еще чуть ниже. Не напрягаем живот. Дышим. Хорошо. И отсюда аккуратно, через бок, без резких движений, переходим на спину, подтягиваем ноги к себе, захватывая руками свои стопы изнутри. Покачаемся из стороны в сторону. Это упражнение хорошо расслабляет поясницу, снимает с нее напряжение. А теперь подтяни к себе колени, не зажимая живот, обними их своими руками и также покачайся влево-вправо. И подготовимся к шавасане. Возьми подушечку, положи ее сбоку от себя, в районе таза, ляг на удобный тебе бок, положив верхнюю ногу на подушку. Под голову ты тоже можешь положить подушку или лечь на свою руку. Это безопасное и комфортное положение беременной женщины в шавасане. Прикрой глаза и направь все внимание внутрь себя. Отследи ощущения в теле. Что изменилось после этой практики? Почувствуй прилив новой энергии внутри тебя. Твое тело такое сильное и такое красивое. Ты это знаешь и ощущаешь каждой своей клеточкой. Почувствуй, как с каждым новым вдохом ты наполняешься ярким, чистым белым светом. Вдыхая его через грудь, ты наполняешься им все больше. Он заполняет все твое тело до кончиков пальцев ног и пальцев рук. Это свет принятия любви к себе и к миру. И наполнившись этим светом, ты чувствуешь, что можешь делиться им с близкими тебе людьми, и отправляя им свою любовь, свое внимание, заботу. Попробуй послать лучи этого света прямо сейчас кому-то из твоих близких. И будем потихонечку возвращаться. Пошевели пальцами ног, пальцами рук, пока не открывая глаза. И опираясь на верхнюю руку, сядь с ровной спиной. Почувствуй благодарность внутри тебя, как она разливается по всему твоему телу. Поблагодари обстоятельства, которые помогли тебе сегодня позаниматься. Поблагодари себя, поблагодари всех своих учителей. Можешь открыть глаза. Пользуясь случаем, я хочу поделиться радостной новостью, что сейчас я готовлюсь к второму запуску, ко второму потоку своего йога-ретрита. Это значит, что мы сможем с тобой увидеться и на следующих практиках. В описании к видео оставляю свои соцсети, чтобы ты не пропустила анонс. Я тебе желаю хорошего дня и до новой практики. Субтитры создавал DimaTorzok